Гарри Гаррисон совместно с Барри Молсбергом «Всё напечатанное мною — суть истины» The whatever I type is true machine Другие названия «Машинка, которая печатала правду» Рассказ, написанный в 1974 году У микрофона Александр Большишальский Нежданные подарки мы обычно встречаем с некоторой подозрительностью И такое отношение я считаю вполне оправданным Ибо человек с младых ногтей усваивает на собственном опыте Ничто не даётся бесплатно И это, между прочим, сравнительно свежий в нашей истории постулат Бывали же времена, когда дарам богов радовались Когда даров с нетерпением дожидались Сей обычай был распространён повсеместно В любой религии прослеживается желание Получить что-нибудь ни за что Или за нечто вроде молитвы или жертвоприношения И то, и другое не требует серьёзных затрат времени и труда Напротив, даёт отдохновение и чувство выполненного долга Но с тех пор многое изменилось Да к тому же боги давно перемёрли Я располагал обоими этими фактами Когда к моему дому подъехал почтовый грузовичок с посылкой С меня они взяли квитанцию А в квадрате, где указывается адрес Значился некто бог Три простые дымчато-золотые буквы на упаковке Очень мило Естественная подозрительность вынуждала меня Остерегаться адской машины Или, в лучшем случае, бомбы-вонючки Вроде завёрнутые в газету по бразильским традициям Какашки Поэтому я принял меры предосторожности А именно запасся двумя палками с проволочными крючками на концах С их помощью мне удалось снять упаковку с загадочного предмета Каковой оказался пишущей машинкой на паровой тяге Насчёт паровой тяги это писательская шутка Я-то, между прочим, писатель Имеется в виду, что от механических пешмашинок Наш брат отказался давным-давно С тех пор, как появились электрические На них-то работать гораздо легче А в моём случае проза ещё и искрится весельем Благодаря мощным токам, кочующим между пальцами и мозгом Сразу возникла идея продать штуковину И поправить финансовые дела Пришедшие в упадок, разумеется, не по моей вине Но не удалось установить фирму-изготовителя Это во-первых А во-вторых, агрегат явно не нов Хоть и в неплохом состоянии А в-третьих, такие же, как на упаковке золотые буквы Спенсеровского рукописного шрифта Выстроились на передке машины в смазанный ряд Я подался вперёд и напряг зрение Поскольку буквы как будто колебались и прятались Не желая, чтобы я их читал Но со мною такие номера не проходят Всё напечатанное мною — суть истина Вот что я разобрал в конце концов Довольно оптимистичное утверждение Кто-то не пожалел труда, устраивая розыгрыш И мне остаётся лишь догадываться, что именно этот хлопотливый аноним имел в виду И одновременно я задался вопросом А вдруг это правда насчёт истины? Так уж устроен писательский ум, что самую дикую Из ряда вон выходящую идею он примет легче, нежели простую прямолинейную концепцию, внешне не противоречащую эмпирическим знаниям человечества А ну-ка, исходя из приятного допущения, что это вовсе не розыгрыш, поставим эксперимент Пока я обдумывал его возможные результаты, мои пальцы подчинялись рефлексу Павлова То есть вставляли лист бумаги в каретку Ну и какой же истины я бы хотел добиться от пиш-машинки первым делом? Ответ так и напрашивался Мне позарез нужны деньги Снисходительно улыбаясь собственной слабости, я напечатал Встав с кресла и потянувшись, Гаррисон прошёл к входной двери и отварил её, чтобы забрать доставленное поутру молоко Но бутылки у порога он не увидел Вместо неё лежал жёлтый бумажный конверт И как же это понимать, удивился он Разве я не оплатил счёт? Неужели мне, сидящему на финансовой мели, придётся собирать по карманам и отдавать прожорливому молочному тресту последние доллары? Так надо излагать доходчиво, но избегать косноязычия Он распечатал конверт и достал пять хрустящих, мятно-свежих и, конечно же, настоящих Не фальшивых, сто-долларовых банкнот Всё напечатанное мною суть истина Шотландского бутылки осталось от силы полдюйма Я допил одним глотком, чтобы смыть вкус надежды Или страха Тыльной стороной кисти, вытирая рот и одновременно смеясь над своими детскими фантазиями Я выглянул за дверь Там, конечно же, не было молока Я молоко на дом не заказываю Зато на коврике лежал жёлтый конверт Гаррисон вытряшился на него Ну, в смысле, я вытряшился Чуть попятился Огляделся стыдливо, вроде поблизости никого Цапнул конверт, хлопнул дверью и вскрыл Пять хрустких соток На вид совершенно настоящих Я на своём веку испытал великое множество оргазмов В том числе и приятных Был сбит грузовиком и остался жив И сам с тем же результатом въехал в большой клён То есть мне не в диковинку резкий прилив чувств Душевный подъём То эйфорическое состояние, которое в былые времена называлось упоением Как не в диковинку мне и внезапный ужас Я ведь даже с наркотиками экспериментировал, нуждаясь в опыте из первых рук Ох, и тошнило же меня от дрянной конопли Никому не советую Но ничто из вышеперечисленного не вызвало такую бурю чувств И не потрясло настолько сильно Бог значилось там, где пишут адрес Не от Бога, а Богу, мне Всё мне Одному мне В груди неистого колотилось сердце Вот сейчас оно выломает рёбра и мне конец Мысль эта вызвала ужас Я и не подозревал, полагая себя простым смертным Что перспектива ухода в мир иной способна так напугать А ну-ка медленно, осторожно, затаив дыхание Приблизимся к машинке Поднимем отпечатанные строки на несколько дюймов и напишем Кто бы мог подумать, что под скромной внешностью Гаррисона Прячется конституция железного человека Что сердце у него крепче, чем у атлета А лёгким позавидует альпинист Что у него мощные упругие мышцы Что его белые кровяные тельца пожирают любую болезнь В момент её возникновения И самые лютые вирусы им нипочём Для начала достаточно Мне сразу же полегчало Этот мир мой Он создан для того, чтобы приносить мне бесчисленные удовольствия В нём нет ни забот, ни хлопот, ни дурацких дрязг Ни глупых докучливых писак Таких, к примеру, как Барри Молсберг А в самом деле, что мне мешает с ним разобраться? Ведь у нас с этим деятелем Не пошлая писательская склока, над которой смеётся публика У нас настоящая кровная вражда Нет в моём идеальном мире места Барри Молсбергу Да ему и ни в каком мире нет места Окажу-ка я ему услугу Сотру его с лица земли Барри Молсберг этим утром чувствовал себя не лучшим образом Непрекаянно бродя по дому, он, должно быть, Гурько сожалел о своём решении стать писателем На сём непосильном пути его подстерегала жизненная катастрофа На свою пишущую машинку, грязную, со следами побоев Он взирал с отвращением Мысль о том, чтобы засесть за неё, внушала ужас И в этот миг боль вспыхнула в его груди Он тотчас узнал вестницу обширного инфаркта И понял, что смерть придёт через 30 секунд Я человек щедрый, даю ещё полминуты помучиться Возможно, он даже успеет что-нибудь сказать напоследок Необходимо было записать угасающие мысли, финальные слова Осталось 20 секунд Молсберг дрожащими руками вставил лист в машинку И стал печатать свою последнюю волю Свой завет В надежде, что это когда-нибудь оправдает его в глазах человечества На мой взгляд, напрасной потуги Ибо помыслы и поступки некоторых представителей рода людского Не могут быть не то чтобы оправданы Но даже просто объяснены Поскольку они суть помысла и поступки чудовищ Но вот его секунды на исходе конец близок Боль разбегается по всему телу и сейчас Чудесная, вечная, суровая и логичная Пишущая только истину машинка Барри Энн Молсберг Гаррисон никогда не умел писать Ни стиля, ни изящества, ни истинных чувств Слабая подражательная эмоциональность у него, конечно, есть Наряду с примитивными ремесленными навыками сюжета построения Да и ритм он худо-бедно чувствует Но искать в его опусах настоящую жизнь, проникновенность и боль Это напрасный труд Иначе говоря, литературный талант у него и не ночевал Выдумывать разные трюки Гаррисон Гораст Тут надо отдать ему должное Но чего ему катастрофически не достает Так это способности проникать вглубь И добираться до маломальски значимого скрытого смысла И вдруг этот субъект обзавелся волшебной пишущей машинкой Обуреваемой ненавистью, завистью, ревностью Может быть, душевной пустотой Он пытался погубить своего старого врага, да не тут-то было Вот он сидит и стучит по клавишам и внезапно до него доходит Что если Молсберга попросту прикончить То мир по нему, конечно, не всплакнет Но не слишком легко отделается вражина Спору нет Логика у Гаррисона железная, как и его теперешнее здоровье Едва он напечатал, боль разбегается по всему телу И сейчас его осенило Нет-нет, так не годится Да если за полминуты спровадить Молсберга к праотцам Войне конец и победа за Гаррисоном Но теперь вырисовывается крайне неприятная перспектива Пока была вражда, она составляла смысл его существования Вражда оправдывала это существование, сколь бы жалким оно ни было Как же он жаждал торжества над Молсбергом Как мечтал увидеть его бессилие, его падение Но ведь эта самая жажда, эта самая мечта Поддерживала его в диспутах, подкрепляя его логические построения Не говоря уже о том, что питали его энергии А как иначе он бы выдавал бесконечный поток посредственной фантастики Чтобы заработать на кусок хлеба Так что же делать? Медленно умертвить Молсберга с помощью разнообразных пыточных орудий Это, конечно, вариант Но куда приятнее сжечь его нивы, разрушить замки Лишить голоса его пиш-машинку Год за годом по кружке отбирая все, чего он добился в жизни Куда приятнее лицезреть его долгие-предолгие страдания Надо одолеть врага на его поле А литературное поле для Гаррисона уж точно не родное Если называть вещи своими именами Впрочем, довольно самокопаний Гаррисон вообще не склонен к самоанализу Даже в самых сложных жизненных ситуациях Он выглядит абсолютным имбецилом И пытается перекраивать мир под себя Подчас развивая бешеную деятельность Сейчас важно другое В последний момент стало ясно Что с устранением злосчастного, вечно заблуждающегося Молсберга Исчезнуты те благоприятные обстоятельства Которые позволяют функционировать Гаррисону А из этого следует простой вывод Враг должен жить и мучиться Ну уж чем-чем, а мучениями он будет обеспечен с лихвой Гаррисон прошел в кухню, снял с полки над умывальником Бутылку дешевого скотча, свинтил пробку и сделал большой медитативный глоток Ну что ты себе позволяешь? Жена оперлась о стол и замерла в привычной утренней позе отчаяния Сказать, что Гаррисон не выносил эту женщину Ничего не сказать Неужели нельзя хотя бы до обеда потерпеть? Гарри, ты же обещал Пошла ты к черту, стерва! Но Гарри здесь же дети! Он с таким грохотом поставил бутылку Что два малыша содрогнулись в своих грязных постельках В целях экономии кухня была совмещена со спальней Ты что не видишь, как я вкалываю от зари до зари, пытаясь заработать нам на жизнь? Заорал Гаррисон Он и правда ненавидел эту женщину Это ты свое пьянство так называешь? Работай от зари до зари? Да, рявкнул он Я это так называю И хватит спорить с нею, да и со всеми остальными Кто не понимает Гаррисона А кто ж его понимает, уж точно не Молсберг Глотнув еще шотландского, он удалился в другую комнату Которую целиком забрал себе под творческую мастерскую Мой заработок за прошлый год 3586 долларов 12 центов Неблагодарная ты дрянь Не удержался он от последнего хлесткого убийственного слова Прежде чем покинуть кухню-спальню Машинка, как ни странно, никуда не делась Больше никаких сомнений в существовании богов и их подарков Доставленная полчаса назад посылка успела пустить глубокие корни в жизнь Гаррисона Ласково погладив валик он уселся за стол Вынул недопечатанную страницу, вставил чистый лист и задумался Конечно же о Молсберге Надо позаботиться о том, чтобы паршивец растворился Молекула за молекулой Только прежде чем взяться за это во всех отношениях благое дело Надо позаботиться о себе, причем безотлагательно Отныне и вовеки я буду получать 8300 долларов в год Работая полный рабочий день писателем-фантастом Нет-нет Лучше 8400 долларов А еще я начну приобретать серьезную литературную репутацию И да будет так Уж он им всем покажет И стерва умется А то в конец замучила намеком И на его неспособность прокормить семью Так-так, надо еще кое-что дописать Люди в массе своей существа мелкотравчатые Да им безграничные возможности Они сами себя загонят в узкие рамки Нет у них такого свойства Заглядывать вдаль И видеть широкий диабазон вариантов А вот у Гаррисона это свойство есть И сейчас оно будет продемонстрировано В дополнение к ранее поданным заявкам Я заказываю трехкомнатную квартиру Стоимостью 140 долларов в месяц И срок действия договора аренды пусть составит 10 лет Я буду арендовать в течение 10 лет трехкомнатную квартиру И платить за нее ежемесячно 140 долларов Живя в трехкомнатной квартире И платя за нее 140 долларов в месяц Я с этого момента и до скончания века стерилен Но при этом сексуально силен Как ни один мужчина в истории человеческого рода Женщины не могут передо мною стоять Я буду жить в трехкомнатной квартире Срок действия договора 10 лет Стоимость проживания 140 долларов в месяц Но я не буду производить нового потомства Как-то так А теперь вернемся к Молсбергу Подумал Гаррисон Он вынул лист из машинки Бережно уложил его в нижний ящик бюро Запер и с новыми силами Сосредоточился на ущербном недоумке Которого выбрал себе во враги В это утро Молсберг чувствовал себя не слишком хорошо Да какое там не слишком Паршиво он себя чувствовал Причем знал, что к жизни он теперь прикован Невидимыми, но прочнейшими цепями И это жизни похондрика и неврастеника И ныне, и пристной, и во веки веков Ибо не может быть легкой смерти Для такого ничтожества, как он Повернувшись налево, затем направо В своемной теснейшем и наигрезнейшем кабинетике Молсберг понял, что попал в ловушку И эта ловушка он сам И не стоит ждать благих перемен Перемены будут, но только к худшему Он услышал шелест Эта почта упала из прорези в двери Счета, угрозы и просроченные уведомления О скидках В окно он увидел свою новую машину Кредит не выплачен целиком Зато корпус уже ржавеет и шелушится Текут бензин и масло Дешевка есть дешевка Над головой раскричался ребенок Похоже, опять судороги К детскому голосу добавился голос жены Орет в сердцах на младшенькую Впрочем, иначе, как на повышенных тонах Она не общается ни с детьми, ни с мужем Я этого больше не вынесу Проговорил блестящий Молодой писатель, думая, что имеет в виду Свою жизнь, а на самом деле Подразумевая боль во внутренностях И частоту пульса Я так больше не могу Почему в этом мире Гаррисоны имеют все, а мне не Пристроить даже короткий рассказ Ммм, почему Гарри выручает в год Три с половиной тысячи и печатается в куче антологий Чем он заслужил такое везение И чем променился я Писатель, известный в профессиональных кругах Имеющий документальные подтверждения Своей литературной квалификации И Молсберг знал, что нет ответов на эти вопросы Как нет и конца его страданиям А также сроку его наказания Я завидую Гаррисону Впервые признался себе Молсберг И эта проклятая зависть Сводит меня с ума, потому что он Вручает в год три с половиной тысячи В то время как я, дипломированный Журналист и драматург Прочитавший почти всего Владимира Набокова Включая «Бледное пламя» Трижды и «Отчаяние единожды» Отлично знакомый С творчеством Гоголя и Эванса Эсконнелла-младшего Получил в минувшем году Всего-то навсего 416 долларов 12 центов И это в основном гонорары От религиозных журнальчиков Куда берут любую чепуху И живем мы, в общем-то, на социальные подачки Питаемся по талонам Это же просто невыносимо И я сделаю с Гаррисоном то же Что он сделал со мною Зная, какое у него самое главное желание Я прежде исполню свое И тогда Кончина антологиста Барри Н. Молсберг Среди ночи Гаррисон Проснулся от острейшей боли в груди Инфаркт С ужасом и отчаянием Подумал он и оказался прав Жить ему оставалось секунды Но перед ним, как соломинка Перед отопающим Приплясывал единственный шанс Надо... Ушел из жизни Литературный паденщик Гарри Гаррисон Наступила последняя минута Жизни Молсберга И он это осознал только сейчас Смерть, придя в облике Острой коронарной окклюзии Приняла в свои объятия Претенциозного глупца И уже спустя миг Мир избавился от Некчемного бумага мараки Барри Н. Молсберга Мне хана! Сообразил проснувшись Гаррисон и... Умер писатель Гарри Гаррисон Молсберг успокоился и теперь... Умер Гаррисон Барри Н. Молсберг Усопшего звали Гарри Ты труп Да сам ты труп Да пошел ты, козел Из циркулярного письма Агентам-распространителям Отзываются все пишущие машинки Вечной модели Эксперимент полностью провален Мне следовало это предвидеть Б Агентам-эк Camera Агентам-эк comet Но Apply Пристагат Бетт Бетт Молсберг Агентам-эк Бетт Продолжение следует...